На телеканале Х24 программа 1 на 1 в студии Светлана Скребец. Здравствуйте. О подготовке к курортному сезону поговорим с Олегом Сосовичем Тадьяшвили, заместителем генерального директора ГУПС пансионата Севастополя. Здравствуйте, Олег Сосович. Здравствуйте. Мы будем говорить не в принципе о подготовке к курортному сезону, а именно о подготовке тех баз и пансионатов, которые входят в ваши предприятия. Давайте для начала телезрителям и расскажем, что же входит в ваше учреждение. В наше предприятие входит целый ряд объектов размещения, которые могут удовлетворить спрос как в разном виде климатических зон, которые у нас есть в Севастополе, и зоны ЮБК, и направление Качи, Любимовка, соответственно, с разными пляжами. Каждый может выбрать, как он больше любит отдыхать. Как он больше любит отдыхать, конечно. Конечно. И кроме того, это еще и связано с огромнейшим количеством вариантов ценовых предложений. То есть они у нас начинаются от очень дешевых и заканчиваются даже вплоть до люксовых, дорогих объектов. Но очень дешевые мы говорим сейчас о местах для палаток, или все-таки это какие-то домики, но без удобств? Это все-таки домики, но без удобств. Мы хотим отходить от вариантов палаточного размещения, потому что для нас главное, чтобы отдыхающие были в безопасности, чтобы они не испытывали какого-то дискомфорта, а все-таки комфортность можно обеспечить только каким-то нормальным объектом размещения, чтобы у них были твердые стены, крыша над головой, чтобы их никто не укусил, никакое насекомое, чтобы они не промокли под дождем, не замерзли ночью, потому что все-таки ночами иногда бывает прохладно в Крыму даже летом. Поэтому мы говорим только о стационарных. И тем не менее доступно по цене, да? И тем не менее доступно по цене, конечно. Хорошо, давайте начнем с самого главного, наверное, с жемчужины вашего предприятия. Это Изумруд, пансионат Изумруд. Где он находится? Что он у себя представляет? Хотя бы в двух словах для тех, кто не был. Я думаю, да, все севастопольцы знают о такой бухте Ласпи. Это, можно сказать, жемчужина Севастополя. И наш пансионат располагается именно в этой, можно сказать, жемчужине и является жемчужиной наших объектов размещения. Пансионат достаточно большой. Он располагает большой ухоженной территорией в несколько гектаров. 746 мест для отдыхающих, предусмотрено в разных категориях размещения. Сейчас идет полным ходом подготовка к сезону, которая включает в себя не только те вещи, которые делаются всегда. Это подрезка деревьев, озеленение, покрасить то, что нужно покрасить, что-то демонтировать. Но и такая глобальная модернизация. Мы ведем очень серьезный ремонт нашего номерного фонда, создаем новые номера. Сейчас как раз на финишную прямую вышла подготовка номеров для людей с ограниченными возможностями, для того, чтобы они могли, те, кто, инвалиды-колясочники, те, кто испытывает трудности в перемещении, для тех, для кого нужна особая доступная среда, как раз мы делаем несколько номеров для таких категорий отдыхающих. Ну вот, чтобы не быть голословными, наши коллеги с телеканала «Икс» побывали в пансионате «Изумбрут», как раз видели эту подготовку. Давайте посмотрим и мы, как это будет. Спасибо. В какой из номеров этого пансионата не заселись, вид из окна не разочарует. С одной стороны море, с другой – горы. Но пока база отдыха пустует. Первые посетители заедут в конце апреля. Времени остается немного, а нужно еще успеть подготовиться. Работы у нас много. Работа себя включает не только территорию, еще и номера. Наш пансионат готов примерно до 700 человек, то есть у нас где-то примерно 650 койко-мест. Соответственно, все эти номера надо подготовить после зимнего сезона, прибраться там, проверить комплектацию и прочее, прочее. И непосредственно подготовить именно к началу сезона. В порядок приведут 6 гектаров территории вокруг трех корпусов пансионата. Это большой парк с видовыми площадками, аллеями, клумбами и фонтанами. Сейчас облагораживают газоны, обрезают кусты, белят и красят бордюры и инвентарь. Перед курортным сезоном один из основных этапов подготовки пансионата, на территории которого есть выход к морю – это обустройство пляжей. Совсем скоро здесь расстилят деревянные дорожки, установят поручни для удобного захода в воду, расставят лежаки и навесы. Летом на пляжах свободного места не бывает. На территории пансионата несколько уютных купальных зон. Есть и детская. Море, горы и роща реликтового можжевельника – это не только красиво, но и полезно. Природа – одно из главных преимуществ этой базы отдыха. Воздух здесь достаточно сухой для астматиков. И вот фитонциды от этих хвойных деревьев, от можжевеловых, очень полезны. Многие с детьми сюда приезжают именно астматиками. В парке откроют развлекательные площадки. А чтобы туристам было удобно добираться до населенных пунктов, к лету организуют трансфер. Хорошо здесь в любое время года. Поэтому этот сезон с наступлением холодов не закончится. Впервые пансионат подготовят к работе зимой. Я благодарю наших коллег за подготовленный материал. Олег Сосович, ну конец апреля. Это уже вот-вот. Неужели все готово? И сколько первых путевок уже продано? Ну, к сожалению, нельзя сказать, что прям все готово. Конечно же, мы будем прям вот до самых конца 20-х чисел все-таки наводить последние штрихи. Ну, о количестве путевок, я думаю, не стоит говорить. Потому что это не совсем. Ну, в принципе, там 10-20 человек в конце апреля заедет. Наверняка же не полностью будет заселена вся база. Тут мы захватываем с вами целый очень большой аспект работы, который мы ведем. Потому что мы хотим, чтобы люди приезжали в наши пансионаты не просто как, знаете, место, где можно искупаться в море и позагорать на солнце. Мы хотим продлить курортный сезон, вывести его за рамки лета. А для того, чтобы туристам было интересно, мы проводим различные событийные мероприятия. Но вы только планируете или уже что-то есть? Мы не то чтобы планируем, у нас заключены договора, мы продолжаем эту работу. Вот сейчас то, что у нас будет в конце апреля, это, во-первых, мы приютим участников чемпионата России по скалолазанию, который будет проходить с 27 по 29 апреля как раз на урочище Кушкая. Ведь это замечательный скалодром открытый, на котором больше 30 трасс они все внесены в реестр спортивной федерации скалолазания и альпинизма. И будет там проходить чемпионат. А наш пансионат «Изумруд» будет выступать в качестве принимающей стороны, в качестве партнера этого чемпионата. Я думаю, что ваш телеканал осветит это мероприятие. Обязательно. Меня больше смущает другой вопрос. А есть ли отопление? Или спортсменам не страшно? Ну, во-первых, к концу апреля у нас уже будет достаточно комфортно. Во-вторых, как я уже и говорил, и коллега отметил, что у нас идут очень масштабные ремонтные работы. К сожалению, да, наши все объекты размещения, они не были готовы изначально для того, чтобы принимать людей в межсезонье. Сейчас мы пытаемся эту проблему решить. Как раз те ремонтные работы, которые ведутся у нас в номерах, они в первую очередь направлены на то, чтобы сделать возможным, комфортным пребывание отдыхающих и зимой, и летом, и весной, и осенью, вот в любое время года. Поэтому мы как раз сейчас и будем запускать в первый раз пансионат наш на круглогодичную работу. И для того, чтобы, я подчеркиваю, это было интересно и увлекательно, потому что зимой в море вряд ли кто-то будет купаться, но мы бы хотели, чтобы отдыхающие у нас были. И вот для того, чтобы этим отдыхающим было интересно и был смысл приезжать, мы проводим различные мероприятия. Спортивные, понятно, они для спортсменов, но, может быть, для зрителей. Хочется же что-то сделать. Надо же с чего-то начать. Конечно. Параллельно с этим у нас, как только заканчиваются соревнования, у нас начинается сразу же первый фестиваль среди целого ряда фестивальных мероприятий, которые мы запланировали на этот сезон. Первый фестиваль у нас называется «Храм солнца». Он посвящен у нас традиционным семейным ценностям, здоровому образу жизни, воспитанию детей. Там будет со всей России масса тренеров, наставников, которые занимаются тренингами в плане личностного роста, преодоления страхов, правильного воспитания детей в духе традиционных моральных ценностей. Вот они уже... Это впервые будет проходить именно на базе вашего... Он будет вообще, в принципе, впервые проходить. Вообще впервые в Крыму. Мы надеемся очень, что у нас получится все организовать так, как мы задумали, чтобы он стал ежегодным, и он как раз будет проходить у нас в мае. В конце апреля, начале мая это первый раз. Следующий раз мы планируем провести его в октябре и сделать его ежегодным. Для того, чтобы люди со всей России и из Крыма тоже могли увидеть немножко по-другому наш замечательный полуостров, а Севастополь в частности. Ведь у нас очень много различных мест, которые можно посетить. Не секрет, что летом у нас город перенаселен теми, кто хочет побыть на море. Но наши объекты различной достопримечательности, как природные, так и исторические, их же можно посещать круглый год. А люди привыкли ехать к нам только летом. Мы хотим эту традицию немножко изменить, чтобы люди понимали, что можно приехать в Крым и в Севастополь и весной ранней, и поздней осенью, и зимой. И там будет на что посмотреть, будет где пожить, будет интересная культурная программа. И вы экскурсионные туры будете организовывать и проводить? У нас очень обширная программа, она подразумевает в себя и экскурсии, и тренинги, и занятия с детьми. Мы сейчас если говорим о фестивале Храм Солнца. Почему такое название? У нас же прям в непосредственной близости с пансионатом Изумруд находится всем известная такая достопримечательность, мегалитическая структура Храм Солнца. Его называют по-разному, и крымский Стоунхендж, и там куча названий. Ну, место силы. Место силы, да. Вот по этим местам силы есть большое количество людей, которые интересуются этими местами силы. Они ездят по России, по миру, посещают эти места. И мы хотим их привлечь, показать, что вот в Крыму у нас есть тоже же место силы. Приезжайте, мы будем организовывать... Мы создадим комфортные условия. Комфортные условия, да. Мы вас повозим по экскурсиям, мы вас встретим в аэропорту, мы вас разместим, накормим. Все вам сделаем для того, чтобы вам было комфортно и замечательно. Поэтому вот с нашими партнерами мы проводим этот фестиваль впервые. Приедут люди со всей России. А севастопольцам будет доступ на этот фестиваль? Насколько свободный сейчас доступ на базу Изумрудов? Ну, в настоящее время база только готовится к приему гостей, поэтому сейчас... То есть нужны какие-то пропуски или можно оставить машину наверху, допустим, пройти и посмотреть. Сейчас, вот сейчас, в данный момент, у нас ведутся, как уже мы отметили, строительные работы на территории. Поэтому, естественно, мы не можем принимать сейчас гостей. А с началом сезона? С началом сезона у нас будет и доступ, организован на территорию пансионата. То есть люди могут же не только жить в пансионате, да, и пользоваться его какими-то инфраструктурными объектами. Мы хотим, чтобы все севастопольцы, жители как нашего города, так и ближайших городов всего Крыма, не обязательно должны были покупать путевку и жить. Мы просто имели возможность приехать, отдохнуть, искупаться в море, подышать этим замечательным целебным воздухом и спокойно уехать к себе домой, грубо говоря, там, где они и живут. Для этого у нас, естественно, будут разработаны путевки выходного дня, так называемые, которые не подразумевают проживание. У нас сейчас готовится парковка, потому что в этом районе, как мы знаем, с парковками проблема. Мы пытаемся найти место на территории пансионата, чтобы разместить там как можно большее количество автомобилей, но при этом не создавать дискомфорта для отдыхающих, которые живут. Потому что, ну, естественно, некомфортно, когда ты живешь, а у тебя под окном автомобиль. Тем более, что многие отдыхающие со своими автомобилями тоже лежат. Конечно, и нам нужно все это предусмотреть. Естественно, мы постараемся по максимуму их вместить, но учитывая, конечно же, ту территорию, чтобы она не создавала от размещения автомобилей дискомфорт. Хотел бы сразу перейти, вот мы все-таки по фестивалям хотелось бы договорить. Да, ну, скалолазы, храм солнца. Следующий у нас очень интересный фестиваль, о нем уже, я думаю, что многие знают. Это фестиваль под названием «Владимир Высоцкий сквозь ВК Крым-Севастополь». Несколько лет уже проводится он на территории Крыма. Буквально вот сегодня мы еще раз общались с его организаторами, и предварительная договоренность достигнута о том, что наш пансиат «Изумруд» будет таким базовым местом, где он будет проводиться. В этом году мы ориентируемся на 20 числа мая, когда к нам приедут коллективы со всей России, из-за рубежа, из Испании даже анонсированы коллективы, с Белоруссии, из Крыма, те, кто будут свое творчество связывать с Владимиром Высоцким, они будут там читать стихи, исполнять музыкальные. Они будут проживать, выступать, и все это будет. Они будут проживать, выступать. Наши партнеры, которые выступают организаторами этого фестиваля, они будут организовать трансферные заезды, экскурсии. То есть люди будут садиться на автобус. Мы еще пока определяемся, откуда будут в Севастополе их забирать. Ну, очевидно, что или с площади Ушакова, или с площади Нахимова будут курсировать автобусы. Мы, естественно, дадим расписание, как можно будет на них попасть. То есть зрители тоже будут присутствовать? Конечно, да. У нас запланирована там на целый день концертная программа. То есть прямо на территории пансиата под открытым небом будут несколько площадок, где будут постоянно происходить выступления, меняться будут коррективы. И к вечеру у нас планируется гала-концерт. Он уже будет именно в классическом виде. В нашем кинозале, у нас же на территории пансиата «Изумут» есть кинозал, там почти 250 человек помещается в него. То есть там будет уже гала-концерт закрытый, где 250 зрителей мы вместим. И с удовольствием их поразвлекаем этой замешательной программой. И опять же, да, приедут посетители на целый день. Им будет где, может быть, купить перекусить или какой-то магазин, или какое-то место все-таки где для приема пищи. Есть какие-то… Хороший вопрос. Конечно же, есть такие места. Или будут выставляться какие-то специальные палатки на время проведения мероприятий. К сожалению или к счастью, мы же ведь действуем в жестком соответствии с законодательством. И это законодательство подразумевает определенные процедуры по передаче имущества в аренду. Сейчас у нас идут коросторги, по которым будут определены арендаторы. Мы составили определенный реестр имущества, мы составили требования. То есть, чтобы у нас… Не хочет человек питаться в столовой, он должен иметь возможность какую-то альтернативу. Он может пойти в кафе, в бар, попитаться там. У нас будут там определенные дополнительные условия. Ну и опять же, путевки выходного дня, да? Конечно. Человек приехал с семьей, с детьми, ему надо горячее питание. Те, кто приедут даже у нас в рамках выходного дня, мы же провели уже торги, сейчас проходит процедура заключения госконтракта. У нас там будет организовано питание по системе «Шведский стол». Пожалуйста, любой желающий, который приедет к нам в пансионат, проживает он, не проживает, он может купить талон на питание и питаться трехразовым питанием. Мы еще вернемся к фестивалю, но меня больше такие приземленные темы практически интересуют. Какие виды отдыха может ли вы предложить в пансионате «Изумруд»? То есть, это только комфортабельные номера с четырехразовым питанием или есть что-то более доступное, бюджетное? У нас в пансионате «Изумруд» 271 номер. Они разбиты на целый ряд категорий. Начиная от самых дешевых, это домики без удобств, так называемые. С электричеством? С электричеством, разумеется. Но, к сожалению, удобств там в плане отдельного душа нет. Ну, какое-то общественное место есть, куда можно пройти? Да, общественное место есть. Они, естественно, самые дешевые. Есть домики уже чуть комфортом повыше, в них есть и душ, и горячая, холодная вода, и туалет. А кондиционер? Обязательно. Кондиционеры, конечно же, у нас почти все номера оборудованы кондиционерами, потому что летом, конечно же, очень жарко, и от этой жары надо каким-то образом спасаться. Ну и, естественно, большая часть номеров расположена у нас в трех корпусах. Это первый, второй, третий корпус, в которых у нас номера от эконома и заканчивая люксом. То есть в разной степени каждый выбирает под свой кошелек, под свое желание? Каждый может выбрать абсолютно под свое желание. Мы сейчас, кроме того, ведем переговоры с нашими гупами в городе, у которых есть много сотрудников, которых нужно оздоравливать. Мы прекрасно понимаем, что не все могут себе позволить какой-то купить отдых, потому что все-таки цены достаточно серьезные. Если так, брать семью и заезжать на 21 день, получается большая сумма. Поэтому достигнуты предварительные договоренности с руководствами государственных унитарных предприятий о том, что они своих сотрудников, мы будем со своей стороны давать определенную скидку, и они будут оплачивать какую-то часть отдыха. Вот пока что мы тоже в переговорном процессе, как-то нам это надо закрепить с учетом требований действующего законодательства. Но мы бы, конечно, с удовольствием бесплатны. А на общероссийском уровне есть такие договоренности? Наверняка есть предприятия, которые могли бы оплачивать 80% путевки своим сотрудникам, а 20%... Понимаете, в чем суть? Мы хоть и государственное предприятие, но в то же время хозрасчетное. Нам для того, чтобы содержать наши объекты, платить налоги, оплачивать стоимость коммунальных услуг, аренду земли, на которых наши объекты расположены, нам нужно зарабатывать какой-то доход. Если мы, соответственно, будем зарабатывать этот доход, который будет меньше, чем наши расходы, мы будем убыточны. И зачем тогда мы, такие хозяйственники, будем нужны? Поэтому, к сожалению, мы не можем давать какие-то бешеные скидки. Нет, предприятия, которые отправляют своих сотрудников, они могут оплачивать 60-80%. Ведь это такая общероссийская практика. Работа у нас ведется постоянно. Мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам направляли организованные группы туристов, различные предприятия, учреждения, организации. Вот у нас есть опыт сотрудничества с одним из приборостроительных заводов, расположенных на материковой части России. Они в этом году к нам направляют своих сотрудников. Ну и для вас это какой-то стабильный доход? Вы знаете, что вот эта часть точно будет... Конечно. Мы ведем работы с крупными национальными туристическими операторами, которые нам поставляют отдыхающих, которые организовывают этот трансферный перелет. Потому что мы, допустим, не можем, к сожалению, организовать... Ну, максимум встретить в аэропорту, правильно? Да. А вот иметь самолет, который будет чартером возить наших отдыхающих, мы не имеем такой возможности. Я думаю, это пока. А есть такие вот туроператоры, у которых есть такая возможность. Они прямо берут и говорят, мы к вам везем под ключ людей. Берем их, собираем со всей России, садим на самолет, и они к вам летят. Это вы сейчас говорите гипотетически или это реальная ситуация? Это реальная ситуация. То есть вам так уже привозили? У нас прямо сейчас прописано, вот продаются места в самолете. Исходя из того, что человек вот сел в самолет, он получил льготный билет, который ему там каким-то образом субсидирует, респонсирует туроператор. Турпакет человек покупает, и он приезжает прямо четко понимает, что он приедет к нам в базу отдыха «Солнышко» или там в пансионат «Узумруд» или в другие наши объекты размещения. Вот он четко заезжает, и мы понимаем, что он не должен заплатить 15-20 тысяч за билет, потому что сезон же дорогие билеты на самолет. А ему вот этот, за счет этого чартерного рейса, организовывает дешевый перелет в оба конца туроператор. В этот пакет у них включено и размещение в наших объектах размещения. Ну, весь трансфер, все-все-все. Все-все туда включено. У нас порядка 600 человек в неделю, таким образом это только один туроператор нам поставлять обязуется. Поэтому мы надеемся на то, что у нас будет высокая заполняемость. Прозвучала цифра 21 день, а есть минимальный какой-то срок, на который можно снять домик или номер? У нас минимальных сроков нету. Как показывает наш опыт предыдущих сезонов, местные жители, наши жители Севастополя, жители Крыма, они очень любят приезжать в наши объекты на выходные. Ну, потому что все хотят где-то искупаться, отдохнуть в хорошем месте. Поэтому мы только за. То есть можно заехать в пятницу и выехать в воскресенье вечером, нет ограничений никаких? Абсолютно. Абсолютно это все легко сделать. Сейчас у нас до 30 апреля к тому же идет акция раннего бронирования. Сейчас все севастопольцы активно и пользуются, потому что мы даем скидки за раннее бронирование. То есть до 30 апреля человек. Только севастопольцам или в принципе? Раннее бронирование распространено на всех. Отдельно у нас есть акции, в которых могут поучаствовать только жители нашего города и жители Крыма. Ну, соответственно, при предоставлении сведений о регистрации мы даем тоже скидки. Скидок у нас много разных. К сожалению или к счастью, мы не можем их очень большие давать. Но там, где мы можем, мы, естественно, предоставляем. Но все равно приятно. Я думаю, каждый на свой кошелек уже выберет, чем он может пожертвовать. Комфортом или большей суммой денег. Все верно. Даже не знаю. Мне хочется еще и по фестивалям поспрашивать. И мы не поговорили о трех еще, ну, одном пансионате и двух базах, которые у вас есть. Давайте мы хотя бы обозначим, что это за базы и пансионаты. И если у нас останется время, поговорим еще о тех фестивалях и мероприятиях, которые проводятся совместно с севастопольскими общественными организациями. Итак, помимо пансионата «Изумруд», что вы бы поставили на второе место? Вот смотрите, у нас мы можем разделить их по географическому признаку. Давайте по географическому. Люблю Бателеман. Вот у нас Бателеман. Очень хороший вопрос про Бателеман. Вот в Ласпе у нас находится «Изумруд», в Бателемане находится Бателеман. К сожалению или к счастью, на 99% он у нас забронирован. То есть в Бателеман мы принять всех желающих уже не сможем, потому что путевки распроданы. Остался у нас всего лишь один коттедж, который мы можем предлагать. Поэтому с удовольствием в нем могут разместиться севастопольцы. Коттедж что из тебя представляет? Это великолепный двухэтажный коттедж, в котором с комфортом может две семьи разместиться единовременно. То есть там есть и кухня. Но это не из доступного жилья, да? Это вот больше такой комфорт класс. Ну вы понимаете, тут смотря как, он очень комфортный. Он просто великолепный. Это, знаете, его можно сравнить с миниатюрой такого ласточкиного гнезда. Но вы знаете, строят маленький деревянный домик и называют коттеджем. Два человека еле всовываются так бочком и вроде как он из коттеджа. Я надеюсь, что вы и Бателеман снимете, чтобы были представления. Ну если пригласить, обязательно. Да, пригласим обязательно. Он очень хороший этот коттедж, великолепный просто. Это вот единственное, что у нас сейчас свободного есть в Бателемане. Ну потому что мы работаем. Там тоже все готово, пляж, номера. Там есть пляж, вот этот номер, он просто великолепный. Там две спальни, кухня, гостиная, два санузла, территория придомовая, куда можно припарковать автомобиль и зона для барбекю, и выход к морю. Все там есть. Если, опять же, я говорю, приезжать, не один человек это будет снимать, а вот две семьи с комфортом там разместиться, это вполне будет доступно. Ну вот у нас семья семь человек, я думаю, что там как раз хватит. Отлично. Великолепно там нужно разместиться. Хорошо. А для тех, кто не любит горный климат, кто любит песочек? А для этих людей у нас есть база отдыха «Солнышко», расположенная в Каче. Есть пансионат «Лазурь», расположенный в Учкуевке. И мы должны к началу мая принять от ГУП «Водоканал» базу отдыха «Любимовка», которая расположена в Любимовке. Это для нас будет в этом году новый объект. Мы его примем. Я уверен, что коллеги из ГУП «Водоканал» бережно относились к этому своему имуществу. Но все равно, естественно, нам нужно будет какие-то подготовительные меры успеть до сезона сделать, чтобы принять в этом объекте тоже отдыхающих. Объект этот, как мы все знаем, пользовался большой популярностью как раз у жителей города. Там достаточно демократичные цены, при этом большой номерной фонд, порядка 540 койко-мест. И как раз, я думаю, что севастопольцы у нас смогут поехать, покупаться в море, пожить там, воспользоваться территорией. Ну или, наверное, тоже будет какая-то возможность выходного дня использовать, приехать отдохнуть, может быть, просто за какую-то платную стоянку заплатить. Ну, стоянка там явно, там тоже проблемы, как и везде со стоянкой есть, но к морю выход там абсолютно свободный. То есть пляжем этим все, я думаю, пользовались всегда. Там не обязательно как-то для этого проходить даже через территорию. Ну, пляж там доступный, доступный для всех. Поэтому здесь, не думаю, что необходимость будет в какой-то путевке выходного дня. Мы просто дадим возможность прохода к пляжу. Прохода проезда при необходимости? Или это будет еще решаться? Проезд все-таки, проезд это проезд, а проход это проход. Так что нет, только пешком. Проходить, пожалуйста, все, естественно, смогут пройти. Хорошо, но это хоть в недалеком, но в будущем, да? Если говорить о базе отдыха «Солнышко» в поселке Кача, это менее элитный отдых, да? Это такой более доступный эконом все-таки класс? Да, это менее элитный отдых, более доступный эконом. Просто с чем связаны некоторые такие, знаете, доставшиеся нам проблемы по всем объектам размещения? В них во всех, там, в течение 20 лет, особенно сильно в них никто не вкладывал. Как мы вот сейчас видим, что… То есть, что построили, да? Да, вот как у нас город преображается сейчас, да, очень сильно. Вот дороги делаются, цветы высаживаются, где-то парки вот у нас открывают. Так и с объектами размещения. Вот они были когда-то созданы еще в советское время. И особо, вот, к сожалению, за время Украины в них не вкладывалось ничего. То есть, просто поддерживалось на каком-то уровне. А требования идут вперед. Люди хотят больше комфорта. Имущество, естественно, со временем приходит уже в некоторую негодность. Его надо где-то заменять, где-то… Ну, об отоплении даже речь не идет, да? Можно не спрашивать. Эти объекты, они вообще просто вот для лета были сделаны. Мы, к сожалению, не успеваем сразу всеми объектами единоразово заниматься. Потому что, повторюсь, мы же все-таки на хозрасчете полном находимся. То есть, мы заработали за прошлый сезон каких-то денег. Решили их потратить. Сейчас нужно на изумруд, чтобы сделать его пригодным для круглодичного использования. За этот сезон мы заработаем, я надеюсь, еще больше денег. Сможем уже перейти к той же базе отдыха «Солнышко». Вы тоже планируете сделать круглогодичным? Ну, конечно, мы хотим все сделать круглогодичным. Чтобы оно приносило постоянный стабильный доход, и люди могли отдыхать в любое время. Да и объекты, они же как бы великолепны. Кстати, можно поехать и в Новый год встретить, или День рождения. Естественно, естественно. То есть, если это живой будет и объект, и теперь жизнь. У нас все объекты находятся в великолепных местах природных. Там везде есть на что посмотреть. А на Учкуевка чего стоит? Вы вот еще ничего не сказали про Лазурь-С? Ну, Лазурь-С — это немножко такой сложноватый объект у нас. Там же не стопроцентная государственная доля. Поэтому там есть некоторые нюансы. Но тоже место достаточно хорошее, интересное. Туда можно приезжать. Там тоже непосредственно близкий пляж Учкуевка. Все его знают. Огромный. Песчаный. То есть, все самые-самые такие места, посещаемые, в общем-то, охваченные. Все охваченные, да. И везде для местных жителей есть какие-то скидки, льготы. Вы каким-то образом привлекаете местных жителей? Конечно. Местные жители у нас всегда в приоритете. Ну, это так приятно слышать. У нас буквально пару минут остается. И все же мне хотелось бы, чтобы вы обозначили те фестивали, которые пройдут с местными общественными организациями. Ну, вот я, как уже и сказал, это сейчас у нас пока что два. Те, которые реальны, это не планы, а это уже такие, можно сказать, то, что воплощается в реальность. Храм Солнца, уже мы об этом говорили. Фестиваль, посвященный Высоцкому, мы говорили. Кроме того, мы ведем сейчас работу. Я надеюсь, что благодаря этому телевизионному эфиру откликнутся еще кто-нибудь. Мы из Федерации Тэквондо ведем общение и со спортивными федерациями, и посвященными борьбе. И легкой атлетики. Мы готовы принимать всех. Вы говорили, что во время каникул родители вышли с инициативой проводить какие-то мероприятия осенние, весенние, зимние на базе пенсионата. Такое есть у нас общественная организация «Берегиня». Мы вот сейчас только-только начали с ними вести переговоры. Но идея-то хорошая. Идея отличная, но мы же не можем вот так вот, знаете, огульно что-то сказать. Мы вот сделаем так. Но во всяком случае, что идут какие-то переговоры. Мы ведем переговоры, и нам нужно мало того, что провести переговоры. Нам же нужно понять, что мы это сможем действительно сделать. Для этого нужны определенные ресурсы, и человеческие, и материальные. И все это нужно еще и в соответствии с требованиями законодательства, требованиями по безопасности. Ведь видите, у нас какие события происходят. Там и вот этот пожар чудовищный в Кемерово. И мы понимаем, что когда какое-то массовое скопление людей где-то находится, нужно дополнительно принять. Поэтому нам нужно все спланировать, все везде учесть, чтобы люди, если уже мы проводим что-то, чтобы это все было хорошо на достойном уровне, чтобы никто не разочаровался. Алексей Васильевич, а Вы подсчитывали, вот 4 пансионата, 2 пансионата, 2 базы отдыха. А сколько людей Вы сможете оздоровить, осчастливить за курортный сезон? Вот с мая, допустим, по конец сентября. На этот год мы запланировали не менее 10 тысяч человек оздоровить. В прошлом году у нас была цифра порядка 7 тысяч. В этом году мы, я думаю, не менее 10 тысяч оздоровим. Но это такая реальная цифра. Это реальная абсолютно цифра. А по-вашему, в чем залог успешного сезона? Знаете, залог успешного сезона в том, чтобы все службы слаженно и хорошо работали. Сейчас вот у нас запустят Крымский мост. Сюда хлынет, я думаю, все-таки поток туристов. И очень важно, чтобы они, доехав в город, чтобы они смогли комфортно по нему перемещаться. А это вызывает большие опасения, потому что у нас все-таки транспортная инфраструктура вряд ли сможет принять такое количество людей. Указатели вот у нас по городу расставили. Я думаю, что никто не заблудится. Нужно большую работу вести для того, чтобы сделать доступным наш город для приезжающих, потому что кто-то может где-то заблудиться. Ну, было бы здорово, чтобы эти люди потом еще вернулись к нам, не только приехали. Для этого мы и должны сделать так, чтобы им все понравилось. Когда они приедут, механизм должен быть уже настолько отлажен и работать, чтобы вот все ваши идеи воплотились. Насколько, вы считаете, уже смогли запустить этот процесс, что человек приедет и получит тот комфортабельный отдых, который вы пожелали бы себе, допустим? Понимаете, мы на самом деле, все, что от нас зависело, мы, можно сказать, процентов на 90 это уже сделали. Сейчас мы зависим в некотором роде от так называемых смежников, потому что, допустим, мы не можем своими силами организовать питание. Для этого мы вынуждены проводить торги, в результате торгов привлекать подрядчиков. Естественно, мы выдвигаем к ним жесткие требования, будем со своей стороны их очень жестко контролировать, но всегда на этом может произойти какой-нибудь форс-мажор. От этого никто не застрахован. Мы надеемся, что мы обойдемся без этих форс-мажоров, и тогда все будет у нас хорошо и замечательно. Вы будете контролировать их и приглашать нас, а мы будем приезжать, снимать и показывать нашим телезрителям, А вы будете со стороны смотреть и говорить, вот как оно все соответствует действительности. Или, может, мы что-то выдумываем, да, а на самом деле все не так. Мы же должны в условиях объективной реальности все-таки делать. Хорошо, спасибо большое, Олег Сосович. Я напоминаю, что гостем студии был Олег Сосович Тодиашвили, заместитель генерального директора ГУПС Пансионата Севастополя. Вы смотрели программу «Один на один». В студии для вас работала Светлана Скребец. До встречи на телеканале ИКС-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова